Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Итак, мои хорошие, с полной уверенностью могу сказать, что наше прихожая готова! Все практически сделано, остался небольшой штрих доклеить кое-где верхний карниз, но это уже, так скажем, такая-такая мелочь. Все полочки сделаны, стены сделаны, шторы пошиты. В общем, уют готов, и я решила вам сегодня рассказать, как я сделала вот эту полочку, которая у меня за спиной. Про эту я уже вам рассказывала, а вот ее сестричка родилась буквально, ну, наверное, неделю назад, и я все никак не собиралась, не могла собраться сделать вам видео. Но сегодня расскажу немножко об этой полочке, как я ее делала, и чтобы уж совсем на пять минут не делать видео, пройдем в огород, а там у меня появился динозавр. Так что, я надеюсь, я вас заинтриговала. Оставайтесь, думаю, будет интересно. Ну, а сейчас расскажу о полочке. Итак, друзья, посмотрите, что я здесь понатворила. Сейчас вот так вот покажу в кадре две полочки. Они очень между собой похожи. И сейчас расскажу, как я делала эту полочку. Ну, конечно, вы все узнаете эти рейки, которые оставались отпиленные от нашего изголовья, от старой кровати. Вот они, конечно же, пошли в ход. Вот. Дальше мне хотелось, чтобы в прихожей все-таки хоть небольшое, но зеркало было. Конечно, я могла купить просто зеркало побольше и сюда его повесить, но мне очень хотелось, чтобы здесь была вот такая подобная полочка. Ну, не правда ли? Посмотрите, какой комплект. И вот эта тумбочка очень хорошо здесь вписывается. И вот эти полочки. Так что мне пришлось придумать, чтобы было и зеркало, и полочка. Да, сейчас вам покажу. Сейчас шляпы лежат здесь. Посмотрите, кто лежит на полке для шляп. Вот он туда забирается. Вот это вот вражина мы его еще называем. Монька. Монька. Вот Лешик как назвал его вражина. Почему вражина? Потому что, во-первых, он кусает путьку. Во-вторых, он любит все сбрасывать. Все сбрасывать. Таким образом он будет меня, поднимает. Он начинает грызть заслонки от солнца, картонные, которые мы с вами делали. Все сбрасывать, чтобы я встала. Ну и вот теперь он благополучно сбросил мои шляпы. И вот, пожалуйста, он лежит на этой полке. Ему там очень-очень хорошо. Итак, возвращаемся. Я залезла опять в свой любимый магазин Wildberries и нашла вот такое зеркало. Ну, я его немножко переделала. Это зеркало для бани. Вот эта полочка была вот здесь, стояла. Вот видите, здесь вот закрыты вот эти дырочки. Это была прикручена вот эта маленькая полочка. Кстати, очень хорошее зеркало для бани. И оно было просто дерево. Вот цвет дерева, ничем не обработано. Вот такая полочка. Вот с такой вот штучкой, может быть, чтобы повесить полотенце. Естественно, я ее перекрасила в белый цвет. И само обрамление зеркала. И вот эту полочку. Конечно же, предварительно открутив ее. Здесь я заклеивала монтажным скотчем, чтобы не закрасить зеркало. И, в общем, вот так все это получилось. Вот такие были у меня тоже икеевские штучки. Раньше они висели в прихожей у нас. Внизу, ну так, на стене. Прям к стене были приделаны. На них тоже сумки вешали, зонтики. Ну, а сейчас, кстати, очень хорошее средство от комаров. Сейчас здесь получился такой же органайзер для зонтиков. Сюда также можно повесить шляпу. Вот тоже очень неплохо смотрится. В общем, и есть зеркало. Хоть небольшое, но оно есть. Я могу посмотреться. Конечно, я все делала под свой рост. Вешала полочку на этом, на нужную высоту. Она немножко, конечно, пониже, чем вот та полочка. Но в основном это красиво смотрится. Мне вообще нравится асимметрия. Ничего страшного, что эти полки, вот вы видите, висят на разных уровнях. По-моему, так даже интереснее. Вот. Ну и вот эти вот цветы, искусственные цветы. Да, я люблю искусственные цветы. Если вы другого мнения, пожалуйста, Покупайте то, что вам нравится. Никому не навязываю свою точку зрения. Но сейчас цветы настолько качественно сделаны, что являются очень хорошим декором для вашего дома. Ну, а те предрассудки, которые сидят в вашей голове, что цветы, вот эти неживые цветы только для кладбища, это всего лишь ваши предрассудки. Меня они никак не касаются. Я живу своей жизнью. Так что вот эта полочка, купленная на Валбере, за 500 рублей, вот так вот красиво вписалась в мною созданную совершенно другую полочку органайзер. Ну, все, все очень красиво смотрится. Я довольна проделанной работой. И стены здесь выровнены очень хорошо, качественно, все ровненько. И вообще, друзья, я придерживаюсь такого мнения, что по мне лучше красивые стены, нежели дорогие висящие шторы на окнах. Но при кривых стенах или очень плохо поклеенных обоях. Это моя точка зрения. Пусть лучше дешевые шторы, как вот эта, допустим, пошитая из балдахина детского на кроватку. Но зато очень красивые стены. Ну, а сейчас мы пройдемся в огород. И я покажу вам, что там, какой динозавр у меня появился. Сегодня на улице будет очень-очень жарко. Продолжает цвести лен. Посмотрите, какая красота. Вот уже бутончики. Скоро буду собирать семена. Созреют. Вот они уже, вот эти вот, созрели. Ну, а эти еще цветут. Каждый день собираю я понемножку клубничку. По 200-300 грамм. Вот опять наспела. Смотрите, как она... Такие листья стали мощные. Ой, вон она клубничка там. Есть, есть еще. Много, конечно, выбрано, но еще ягодки есть. Кстати, клубнику, это же... Ну, была здесь клубника, я ее рассадила. А там под яблоней остался кусочек, который, ну, не стала я рассаживать. Послушала некоторые советы, что, зачем ты рассаживаешь. Возможно, она плохая и... Ну, жалко труд. Ну, клубника оказалась очень-очень вкусная. Вот там под яблоней то, что не рассажено. Там очень много ягод, и они прям, ну, очень вкусные. Так что на следующий год я планирую ту клубнику рассадить. Вот прям вот эта сторона побольше хочу посадить клубнички. Посмотрите, какая капуста у меня уже громаднейшая. Я ее брызгала, друзья, что-то стала жрать. Вот я вам сейчас покажу. Видите, дырки по ней. И я ее обрызгивала. И, посмотрите, появились здесь помидоры. Вот такие громадные, цветущие. Я думала, что вообще ничего из них не будет. Помидоры эти появились из теплицы, где я допустила ошибку. Спасибо ютубу, который мне сказал, что помидоры, особенно в теплице которой, не любят затемнение, загущение. А у меня очень густо они были посажены. Короче, я буквально вот позавчера, вчера и позавчера в теплице наводила порядок. Видите, она сейчас полностью открыта. И одна, и вторая боковина практически, чтобы там хорошо проветривалось. Ну и повыдергивала я лишние помидоры, проредила в теплице. И на свой страх и риск посадила их сюда. Но они, видимо, так хотели жить, друзья, что они попринимались. Теперь сейчас, если найду... Да, найду. Вот оно, средство, которым я брызгала и перец, и помидоры. Опять же, в ютубе я это посмотрела. 25 рублей стоит вот этот кинмикс. Вот, гринбелт. Вот это я покупала и брызгала. И капусту, и перец. Посмотрите, как пошел лук. Опять он вырос. Но уже дергать я его не буду. И вчера вырвала полностью луковицу. Друзья, он идет в головки. Головки тоже будут. Несмотря на то, что я его два раза собирала по 5 килограмм зелени. То есть 10 килограмм зелени я заморозила. Какую-то высушила. Вот. Вот вы видите. Открыто. Вот здесь я сняла пленку, во-первых. И проредила здесь помидоры. Они не любят загущение. Тут стоял лес. Они перли все в зелень, потому что, ну, в общем, было темно и очень густо. Да. И не любят перелива. Их нельзя слишком много поливать воды. Вот перчик. Здесь уже перчик завязанный. Вон уже маленькие перчинки. На той стороне так вообще большие перцы уже висят. А это вот огурчики. Видите вот эту конструкцию трезубистую? Уже вот они начали плестись. И там я уже вижу маленькие-маленькие огурцы. Вот тоже еще помидоры. Ну, вот этот, не знаю, выживет или не выживет что-то совсем. А вот этот вроде как хочет выжить. Посмотрите, как цветет картошка вместе со льном. Красота. Красота. Перец подпушила вчера. Тоже брызгала. Я же говорю, что-то стала жрать. Вот видите дырки. Ну, вроде бы-то остановилась. А вон висит перчик. Вон он. Видите? Уже висят перцы. Так. Ну и давайте пройдем к моему динозаврику. Они его еще называют жираф. Ну, может быть и жираф. Вот. Вот такая морковочка уже хорошо растет. Хорошо уже выросла. Помидорки подросли. А вот свекла взошла не ахти. Ну, что-то будет. Вот такая конструкция из слив. Которые я пилила. И складывала их вот там, в конце огорода. Вот там. Вот нашла эти подходящие палки. И соорудила вот такого динозаврика. Вот такую конструкцию. Потом трикотажной пряжи. Я вам уже говорила, что она выцвела. Там на солнце стояла эта корзинка. Я ее распустила. И трикотажной пряжей вот так вот все позапутывала. Сделала вот такую шпалеру. Так что не пришлось тратиться на брус там или еще на какие-то крепежи. А вот из подручного материала, из веток, из-под слив я соорудила вот такую шпалеру. Пошли огурчики мои расти. С пятого раза пересаженные. Вообще очень жалуются многие люди, что огурцы в этом году у многих просто не взошли. Вот. Но это я уже сажала, наверное, в начале июня. Вот эти огурчики. И причем в лунку бросала зерен по пять. Эти огурцы называются тещины. И вот из пяти зерен вылезло где-то один, где-то два. И потом из этих двух еще что-то поджирало, косило, короче, эти огурцы. Но это не медведка, друзья. Это был какой-то жучок. Медведки у меня тут, слава богу, нет. Вот. Так что они скоро начнут. Плестись. Я уже им приготовила шпалерку. Вот такой динозаврик. Им будет хорошо. А это вот громадные. Я думаю, что это тыква. Где-то тыква, где-то кабачки. Но вот это вот с такими острыми. Ох, какие же красивые листики, а! С такими остренькими листиками. Я думаю, что это тыква. Вот еще высаженные из теплицы помидоры. Ну вот попринимались они, друзья, попринимались. Вот еще я их тут вот посадила. Они тоже не засохли. Сейчас надо будет их еще разочек полить. И вот эти. Тут вообще, думаю, ну выживите, выживите. Нет, значит нет. Вот они выжили, друзья. Что-то да будет. Ой, ну картошка стоит как лес. Вот здесь вот это кабачки. По-моему, кустом, которые растут. Покупала у нас семена. Вот это вот тыква. Тоже остренькие такие вот листики. И дальше кабачки. И груша моя хорошо принялась. Смотрите уже. Ну все поливаю, друзья. Все, все поливаю. И картошку поливаю. Чуть ли не через день. А то и каждый день. Смотрите, какое поле. Красота. Надеюсь, надеюсь, что-то да будет. А теперь хочу вам показать. Так что вот, друзья. Имейте ввиду, что из ничего можно сделать что-то. Я имею ввиду про вот этого динозавра. Вот еще бы ему голову какую-нибудь придумать. И тогда вообще будет парк динозавров. Да, сейчас вам еще хочу показать, как я подвязала помидоры. Очень-очень быстро. Ой, цветут обильно. Вообще цветут. Видите, колышки вбивались между лунками. Вот они. Не в лунку, а между лунками. А потом восьмеркой с одной и с другой стороны я наматывала на руку. Ну, нужно я уже там понимала, сколько мне нужно этой ленты, этой веревки. Наматывала на руку. И потом с руки вот так вот шла и подвязывала их с одной и с другой стороны. Они, видите, получается между вот этой веревкой, которая обвивается потом вот здесь на этих колышках. Ну, поняли, да? Вот так вот восьмерочкой их привязывала. То есть не надо отрывать и каждый помидорчик привязывать, а просто вот набила колышек и пошла вот так вот восьмерочкой привязывать, можно сказать, одной веревкой, но длинной, намотанной на руку. Вот так вот привязать, подвязать все помидоры. Это очень-очень быстро. Вот, видите? Прям экономия времени. Те помидоры я еще, это вот черри, я их еще не подвязывала. Но они еще низенькие. И здесь сделаю то же самое. Вот такую восьмерочку. Вот здесь хорошо видно. То есть вот так вокруг колышка, опять вокруг колышка и потом другую сторону. И кустик получается между вот этими веревочками. Во-первых, ему свободно расти. Он не привязан за ствол. И это очень быстро. Ой, а тут уже кабачки есть. Посмотрите, вон он уже. Вот он кабачок. Это у меня цукини выжили. Помните этот парник возле забора? Здесь были очень пшивые огурцы. Друзья, я все-таки их выкарабкала с того света. Честно говоря, довольна. Довольна собой. Поливала их янтарной кислотой пару раз. И конским навозом в гранулах. Тоже покупала на Вайтберрис. Подкармливала. Представляете, они выкарабкались. К сожалению, я не сняла, какие они были плохие. Вот просто хотелось вырвать, чтобы они не мучились. Но они выкарабкались. Они выкарабкались. И даже вон пытаются даже зацвести. Очень долго они болели. Но, видимо, очень хотелось жить. А это вот мощный, мощный цукини. Ой, ну какой же красавица. Там столько цветочков. Ох, какой. Прям, ух. Красота. Как же хорошо. Как же хорошо, друзья. Переезжайте жить в деревню. Это не объяснить словами. Душа поет. Все, мои хорошие. На этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я надеюсь, вам понравилась моя прогулка. Мои идеи. Я вас всех обнимаю. Всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.